Здравствуйте, уважаемые! Докатились! Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с Комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша. В новостных лентах я даже переплюнул самого Верховного. Так вот, дорогой Комитет, при! И официально заявляю, я никогда не плясал ни по чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете, как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Вы проводите Алые паруса, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до трех тысяч, а потом вовсе закрываете. Это когда уже собрана сцена, поставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ? Вы обязуете работодателей под страхом закрытия предприятий вынудить работников колодца экспериментальным препаратом. И потом, как награду, получить цифровой код. Напомню, что цифровая идентификация личности человека является признанным преступлением против человечности. В частности, на Нюрнбергском процессе, проходившем с 28 ноября 45 по 1 октября 46-го, Международный военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения людям пожизненных обезличивающих номеров и клеймение этими номерами преступлением против человечности, преступлением, не имеющим срока давности. Кто из нас преступник? Я, играющий на гитаре и поющий свои песни для нескольких десятков человек. Стадионов вы меня уже лишили. Или вы, загоняющие людей под экспериментальные уколы. А может быть, вы лишаете меня и жизни? Да-да. В недавней заботливой рассылке вы мне напомнили о том, что минуло полгода с того момента, как я чуть не помер от ковида. Пора, мол, уколоться. Типа повторить. Я имею полное право не быть посредником в принуждении людей. А эти ваши распоряжения и правила, по сути, принуждают работодатели, артистов и т.д. вступать в ряды преступников и действовать абсолютно фашистскими методами. Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государством. Не удалось.